здравствуйте друзья на связи дед моза и по эту сторону экрана снова я по ту сторону экрана соответственно снова вы и сегодня я хочу вам предложить обзорчик небольшой покупки которую я сделал в таиланде это самый дешманский телефон который я купил купил его в магазине который торгует все вот этой техникой есть такой магазин в паттайе тукком называется это аналог наших радиорынков пятиэтажный магазин телефонов там просто море вот и когда вы туда заходите вы понимаете что по телефонам мы отстали от них навсегда ну не про это речь а про то что вот этот телефон он был изначально заявлен как 1900 бат но продавец сразу после непродолжительной торговли сказал что отдаст за полторы полторы тысячи бат это по нашему сегодняшнему курсу 3000 рублей в принципе неплохой телефон значит что за телефон это смартфон на андроиде 5 мегапиксельная камера задняя 2 мегапиксельная передние 512 память у него вот четырех дюймовый экран называется кстати он а из но почему-то там внутри он как ирис определяется ну что еще 1 герцовый процессор кварт-коре батарея на полторы тысячи микроампер часов и на борту имеется встроенный android 5.1 единственное что в процессе выяснилось что коробочка открывается крайне плохо ну вот она открывается вот таким вот образом да вот это чудо и как собственно говоря показала практика чем хуже телефон чем дешевле тем богаче его комплектация значит тут предупреждение на английском и тайском языках далее у нас есть задний бампер идущий в комплекте usb micro usb кабель зарядки наушники затычки уже в комплекте и зарядное устройство вот такой вот вилкой но это не беда переходников у нас море далее идет некая макулатура юзер мануал на двух языках на английском и на тайском что собственно говоря не может не радовать и идет на тайском языке и наверно на английском нет только на тайском но наверно все сервисные пункты ну что положим комплектацию на место откроем наш телефон вот такой вот он сейчас я его немножко протру вот так вот такой вот он телефончик вот на стороне которая обратно от экрана камера вспышка логотип никому не известной фирмы тут написано лава 4g и из 585 и динамик на правой стороне если смотреть экраном к себе качельки громкости кнопку включения выключения больше ничего нет другая сторона безо всего нижняя сторона только отверстие динамики и здесь для подключения наушников и микро юсб разъем единственное что если будете покупать такой телефон вдруг помните что сюда вставляются мини юсб сим карты то есть обычно есть обычные карты те которые вы давно видите во всех телефонах есть карты мини юсб то есть они поменьше и совсем микро юсб которые нам вставляют смартфон смартфоны в айфоны всякие давайте попробуем его открыть и посмотреть что там у нас имеется внутрях внутрях у нас имеется вот такой аккумулятор заявлено что это его марка литий-ионная батарея 3 7 вольт 1500 микроампер часов сюда я сразу вставил карточку памяти далее вставил свою карточку мтс обрезанную и вставил местную sim карту то есть две sim карты и соответственно карточка памяти все больше тут ничего нету ну собственно говоря нам особо ничего не нужно вот эту скорее всего вот этот выходит динамик все закрываем корпус на место вот далее если уж есть бампер то надеваем бампер кстати совсем забыл сказать что этот телефон еще при покупке он оснащен защитным стеклом ну защитной пленкой который продавец всегда вам наклеит вот мне он наклеил сразу защитную пленку и одевая бампер и в принципе у меня вот телефон защищен то есть здесь у меня защитный бампер здесь стекло и в общем то я теперь за него особо не переживаю давайте включим посмотрим что там вот мы видим заставка вот еще одна все происходит без звука дальше вот надпись ирис и далее будет уже а бы наш обычный экран вот вы видите воскресенье 6 ноября это стоит у меня дата вверху отображение двух отображение двух sim карточек вот одна загорелась вторая нет потому что мтс здесь особо не принимает вот вы видите что надпись надписи все русские то есть android 52 поддерживает русский язык из набора функции все более менее стандартно давайте я вам покажу надпись о телефоне что там как там так модель ирис пятьсот шестьдесят пять вид версия android 51 общая информация так это вам не нужно так ну собственно вот весь телефон единственное что в процессе я не понял может быть напишите в комментариях если я выставляю делаю какие-то обои свои ставлю вот у меня есть вот такие вот обои неплохие ставлю установить обои то течение времени он эти обои сбрасывает и опять показывает стандартные обои как с этим бороться я не знаю может быть кто-то знает напишите в комментариях ну вот собственно на этом и все благодарю за внимание с вами был дед мазай из таиланда город паттайя пока пока увидимся